Примечание Субъект провел все перемещение в свободном падении в воздухе так, как если бы прыгнул с самолета. Во время всего перемещения субъект не видел никакой твердой поверхности, только небо. Субъект утверждал, что когда он прекратил панику по поводу падения, он увидел каких-то огромных ругательства. Птиц, покрытых множеством глаз и шипов. Запросов нет. Недостоверные данные. Возвращение. Посредством устройства слежения. Субъект был найден в... Субъект переместился во сне и проснулся в пустыне рядом с... Субъект прошел 20 километров на восток и достиг города. Субъект не заметил ничего необычного и заявил, что измерение очень похоже на наше, за одним исключением. Во время посещения интернет-кафе с целью узнать, чем данный мир отличается от нашего, субъект выяснил, что фонд SCP там это просто вымышленная организация, материалы которой публикуются на сайте SCP-wiki.net. Изучая этот сайт, субъекту пришло в голову посмотреть собственную страницу. Субъект заявил, что последний отчет о перемещении было его последним посещением мира. Субъекту удалось распечатать страницы нескольких SCP, которые еще не были поставлены на содержание. Например, SCP. SCP. И SCP. Через 24 часа после прибытия, субъект переместился обратно во время поедания бургера. Полученные предметы. Распечатки с сайта и бургер. Запросы. Да, есть бургер. Предоставлено. Недостоверные данные. Возвращение. Субъект появился в офисе директора Рангвелла, охваченный пламенем. Субъект не выглядел напуганным или страдающим от этого. Он даже не понимал, что горит, пока на это не указали. Примечание. Языки пламени оказались очень стойкими к тушению. Субъекта пришлось целиком утопить в холодной воде. При этом субъект все равно продолжал спонтанно возгораться. Субъект появился в измерении, состоящем целиком из огня. Субъект загорелся немедленно после появления там и обнаружил, что огонь не причиняет никакого вреда. После обследования места, субъект обнаружил, что жителями измерения были гуманоидные существа, состоящие из пламени, называвшиеся Фламбо. Они дали субъекту огнеупорную одежду, типа той, что носили сами, и позволили ему жить в своем обществе. Субъект жил за пределами сообщества Фламбо у единственного вулканического озера и питался едой, что там находил. Субъект оставался в этом измерении примерно 9 месяцев, в течение которых нашел работу в местной пожарной охране. На этой работе его обязанностью было поджигать затухшие постройки. В момент перемещения в наше измерение он занимался тем, что пытался снова зажечь пожар в многоэтажной постройке. Полученные предметы. Один набор полностью негорючей одежды. Считается, что она воспроизводимой, будет использоваться агентами фонда. Одно руководство пожарника, описывающее наилучшие способы разжечь огонь, если он погас. Большой кусок шланга, что субъект держал, когда переместился обратно. Шланг, скорее всего, стрелял огнем, а не поливал водой. Запросы. Сделать температуру в комнате субъекта 145 градусов. Отклонено. Недостоверные данные. Возвращение посредством устройства слежения. Субъект появился на бейсбольном поле, посреди игры мировой серии, и попал прямо в эфир, который видели миллионы. Фонду пришлось пойти на многое, чтобы уничтожить все записи. Все присутствовавшие были обработаны амнезиаком класса А. Были запущены слухи, что все это было лишь постановкой. Субъект прибыл в мир, населенный людьми младше 20 лет. Сразу после появления субъекта арестовали и привели в суд. Судья, 12-летняя девочка, обвинила субъекта в том, что он был слишком старым и мерзким, и приговорила его к служению обществу. Субъект был помещен в камеру содержания вместе с несколькими другими людьми. Посредством расспросов субъект выяснил, что всем им недавно исполнился 21 год. Субъекты перевели на склад, где он нашел множество свежеразделанных тел, свисающих с потолка. Окружающие объяснили, что любой, кто достигает возраста 21 год, приговаривается к служению обществу посредством служения его мяса пищей. Субъект переместился в наши измерения в то время, когда он ожидал, когда его почистят и распотрошат мясники. Запросы. Субъект стал вегетарианцем после этого перемещения. Недостоверные данные. Возвращение. Субъект появился в подподвале 17Е, в рваном деловом костюме со знаком в виде американского флага на лацкане с петлей на шее. Субъект оказался в мире идентичным нашему, за исключением того, что субъект был избран президентом США. Ввиду недостатка лидерских качеств, минимального понимания политики и полного отсутствия социальных навыков, Субъект привел к ситуации свержения правительства. Согласно его показаниям, это привело к краху биржи на Уолл-стрит, началу торговой войны с Японией и Германией, случайной продажи национальных парков страны Швейцарии и аннексии всего юго-востока страны Диснеем. В ходе всего третьей недели при должности злая толпа людей захватила Белый дом и попыталась казнить президента, пока он не переместился обратно. Запросы. Доступ к политическому телеканалу. Предоставлено. Возвращение. Субъект появился в своей камере глубоко дыша и повалился на пол. Субъект начал обильно ругаться и кричать, пока валялся на земле. Субъект появился в тесном пространстве между стен, не имея возможности двигаться. Субъект начал звать на помощь. В ответ он услышал капающий звук и больше ничего. Дважды он заметил, как какое-то существо суетилось рядом. Субъект переместился обратно через 24 часа и 30 минут. Запросы. Получить что-то острое для проламывания стен. Типа блин пожарного топора. Отклонено. Возвращение. Субъект появился в комнате отдыха и выразил тревогу словами «так близко». Субъект появился в большой аудитории, содержавшей примерно 50 тысяч одинаковых экземпляров объекта 507. Судя по всему, объекты устроили что-то типа политического митинга, выступая за смену правительства на организацию под названием «Народная республика путешественников между мирами». В ходе двух недель этого перемещения субъекта НРПММ сместило правительство Соединенных Штатов, создав свое правительство в форме республики, полностью состоящей из объектов 507. Субъект был выбран председателем отдела «Масса что здесь, а?» SCP-4006. И собирался издать первый законодательный акт, когда переместился обратно. Запросов нет. Возвращение. Субъект появился в своей камере содержания без своего пистолета и ножа. Субъект появился в машине, похожей на поезд. При появлении он заметил несколько других субъектов, сидящих в разных местах вагона. Они не заметили его внезапного появления. Субъект обратил внимание на то, что поезд находится в некой черной пустоте, и в закон было ничего не видно. Через 30 минут гуманоидное существо без видимых черт лица заметило субъекта и спросило у него, есть ли у него билет. В то время как субъект сообщал об отсутствии билета, его начали обыскивать. В итоге его оружие было конфисковано. Субъекту было объявлено, что он покинет поезд на следующей остановке и будет оштрафован на 10 минут. Субъект начал изучать поезд и переместился обратно. Когда прошел около 3 километров и не нашел конца. Запросы. Замена оборудования. Предоставлено. Недостоверные данные. Возвращение. Субъект появился спящим в кровати D-278-423. В ходе появления ни сотрудник D-класса, ни субъект не проснулись. Субъект был перенесен в свою камеру содержания, где проснулся через 12 часов. Субъект обнаружил себя в черной пустоте. Единственное, что было слышно, это песня «Мистер Сэндман от Шарлоттс». В самой по себе пустоте наблюдалось отсутствие закона в физике, что позволяло двигаться в любом направлении, так, как было бы невозможно в основной реальности. Субъект до сих пор не смог внятно объяснить этот феномен. Субъект сообщил, что в ходе этого перемещения постоянно чувствовал усталость и не имел возможности отдохнуть. Примерно через 30 часов этого перемещения субъект наткнулся на маленькую светящуюся сферу, размером примерно шар пинг-понга. После исследования сферы в течение примерно двух минут субъект решил засунуть в нее палец, в результате чего сфера стала расти и превратилась в выброс света. Субъект затем переместился обратно и погрузился в глубокий сон. Запросы. Поспать еще пять минут. Предоставлено. Недостоверные данные. Возвращение. Субъект появился перевернутым в одном метре над полом в незанятой камере для допросов, в нескольких этажах выше его собственной камеры содержания. Субъекту была оказана помощь ввиду боли от падения, после чего он был возвращен на содержание. Субъект переместился во сне и проснулся в небольшой пещере на поверхности, которую поначалу посчитал полом. После нескольких минут путешествия, в которых было только незначительное чувство прострации и дезориентации, был найден, цитата, пол в земле, ведущий вниз в солнечный лес. В ходе дальнейшего исследования субъект определил, что по неизвестной причине перевернут и ходят по потолку. Он сумел упасть на нижней ветви массивного дерева, которое было примерно 200 метров в высоту. Далее, следуя лесу, безопасно карабкаясь по нижнему слою соединенных ветвей, которые протянулись не менее чем на 5 километров, Субъект обратил внимание на то, что все деревья сваливаются в небо, и только корни не дают ему пасть. В ходе оставшейся части перемещения было замечено, что на местности есть множество животных. Они были похожи на горных козлов, обладающих длинными мордами и острыми копытами, приспособленными к тому, чтобы держаться за землю. Попытки общения провалились, потому что существа сразу убегали, когда субъект пытался издавать ртом звуки. Один из них упал наверх, но вцепился в ветви в верхней части дерева. На данный момент считается, что эти существа неразумны. Запросы, лекарства, которые бы помогли справиться с головными болями и дезориентацией, предоставлялись в течение двух недель. Недостоверные данные. Возвращение без происшествий. Субъект появился в очередной версии фонда. Эта версия фонда имеет список объектов с приставкой J, в дополнение к X, D и ARC, которые уже используются фондом в основной реальности. Субъект так и не смог определить значение приставки J, но смог распечатать существенную часть аномалии из этого списка. Среди приметных экземпляров. Большая каракатица, живущая в лесу. Пистолет, стреляющий живыми говорящими орлами. Стакан, производящий разноцветные жидкости и визуальные эффекты, когда человек проходит рядом. Кнопка, которая, судя по всему, вызывает конец света класса ZK, в случае, если будет нажата. Собака, заявляющая, что она потомок известного музыканта. Также в этой версии фонда замечено наличие нетрадиционной классификации объектов. В этом списке J объектов есть несколько имеющих нецифровые обозначения, полученные предметы. Некоторые документы о возможных аномалиях, еще не обнаруженных в основной реальности. Запросов нет. Примечание. Я думаю, что сама по себе документация PSCP666.5.J должна считаться инфоугрозой. Я не знаю, что там содержится, но каждый из D-класса, кто ее читал, задохнулся. Доктор. Недостоверные данные. Возвращение. Субъект появился примерно в трех километрах от базы, вернулся своими силами. Субъект появился в маленьком магазине, продающем электронные устройства. Субъект не узнал бренды продающихся товаров. Субъект был поприветствован продавцом. Субъект заявил, что он ничего не ищет и удалился. Магазин стоял на одном из углов двора, украшенного статуей неизвестного котоподобного существа. Этот двор был одной из клеток бесконечного пространства, состоящего из таких же дворов, которые отличались только магазинами на углу и животными, изображенными в центральных статуях. Субъект предоставил описание только первой статуи. Дворы были соединены мостами через каналы, в которых на местах пересечения были фонтаны. После того, как субъект прошел три километра, он нашел купюру, которая, похоже, была местной валютой. Он использовал ее для покупки смузи. Полученные предметы. Смузи в стакане без указания бренда. Запросы. Разрешение на допивание смузи. Предоставлено. Возвращение. Субъект появился в камере содержания. На его теле было множество укусов, в особенности в районе предплечья. Субъект оказался в учреждении в идентичном зоне. Из громкоговорителя звучало предупреждение. СПС-507 переместился. Если объект будет обнаружен, он должен быть ударен немедленно, а также возвращен на содержание. Субъект рассказал, что опасался за свою безопасность, пока не встретил альтернативную версию доктора, который вошел в его камеру содержания, чтобы убедиться, что это не то, что надо, цитата, пнуть обратно в его мир. Субъект оставался на содержании три часа, прежде чем, цитата, ругательство. Огромная акула материализовалась рядом с ним и начала атаковать субъекта. Два охранника вошли в камеру содержания и произвели, цитата, «удары по акуле прямо в тупую акулью рожу», несколько раз. Запросы. Отпугиватель акул. Отклонено на основании того, что в зоне нет ни аномального отпугивателя акул.